Великий праздник Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А во-вторых, мы сегодня разслабляем память одного из самых любимых и самых почитаемых святых нашего народа православного, святителя Христова Николая. И сегодняшний праздник празднует только наша Русская Православная Церковь, как перенесение его святых и царьбоносных мощей из города Миры в город Вари, современную Италию. Этот праздник греческая церковь не знает, потому что для них этот день является великой скорбью, потому что они в свое время потеряли эту великую святыню, царьбоносные мощи святителя Христова Николая. А мы, вспоминая его память, празднуем перенесение, потому что Господь сохранил его мощи без поругания. Они были перенесены в другую страну, в Италию, где до сих пор хранятся, и куда множество людей сегодня, в нынешнее время и в те годы приезжают и поклоняются этому великому угоднику Божиему. Мы помним с вами историю Византии, что с ней произошло. Что храмы были осквернены, иконы были уничтожены, мощи святых были или сожжены, или тоже находились в поругании. Но Господь сохранил таким образом мощи святителя Николая, и они были перенесены в Италию. Этот святой является действительно очень любимым для всего нашего православного народа. И, наверное, нету христианина, нету дома, где бы не было иконы святителя Николая. Мы все к нему прибегаем, обращаемся, просим, и он за нас перед престолом Божиим возносит свои святые молитвы. А сколько храмов у нас и монастырей освящено в честь святителя Николая. Множество, и множество людей носят его святое имя. И многие люди и в скорбях, и в радостях обращаются к святителю Христову Николаю. И вот сегодня мы празднуем этот праздник, мы молимся ему, просим, чтобы он и впредь за всех нас возносил свои молитвы перед престолом Господа нашего Иисуса Христа. Я сердечно, дорогой отец Ад, поздравляю вас, весь ваш приход с этим замечательным праздником святителя Николая. Я радуюсь тому, что в нашем городе есть два замечательных храма, посвященных святителю Христову Николаю. Вы знаете, один самый древний храм на нашей земле, Никольский, который в советское время был немножко, несколько лет всего закрыт, но молитва в нем продолжалась. И вчера вечером мы совершали в нем торжественное всеночное бдение, прославляли святителя Николая. И этот новый храм, который недавно был воздвигнут на нашей Кушкинской земле. Это говорит о том, что люди почитают и любят святителя Николая и воздвигают его в святые храмы. Я благодарю всех вас, всех тружеников, жертвователей, благотворителей этого святого храма, за то, что вы совершаете такое великое дело в наши непростые дни. Я желаю всем вам помощи Божией. И пусть святитель Николай возносит за всех нас молитвы свои перед престолом Божиим. И пусть он помогает нам всем совершать наше земное спасение. С праздником всех вас, храни вас всех Господь. отец благочинный отметил наши хорошие с вами качества мы стараемся, трудимся и так далее хорошо, ну а но я не про то святитель Николай был очень добрый но в то же время и очень строгий и мы знаем, что одного человека, который совершал грех а он к нему обратился, когда не была погоня обратился, спаси меня и он спас его помог спрятаться и говорит ему, хорошо ли ты в этой гнилой туши бычьей и человек пришел в покаяние он помог не потому, что он знал, что он покаялся но он тоже был очень строгий и мы знаем, как он и арию дал по щечню при всех и особенно он был строгий тем, кто отпадает от веры сейчас у нас процессы не очень хорошие в народе происходят в православном давайте вспомним, кто постарше как развалился Советский Союз давайте вспомним лет 30 назад с чего все началось? когда все кухарки стали участвовать в управлении государством то есть стали съезды показывать так все обсуждали, решали и говорили но все, кому не лень решали, все там участвовали мы на это право имеем нет, есть специальные люди, которые разумеют и страна развалилась потому что мы стали все обсуждать полезно, куда нам не положено сейчас происходят те же самые процессы но с церковью в интернете про церковь пишут и плохое, и очень плохое и немножко хорошего такое понятно борьба с церковью велась идет, и будет вестись если будет только одна грязь леется на церковь ну мы собрать, ну да что-то впереди, наверное, тут явно а когда и правда есть немножко немножко хорошая и просто информация от того там, чего куда перевели там и так далее ну да а потом грязь леется ведь такая лучшая ложь это та ложь, которая имеет ложь, которая имеет элементы правды так вот мы сейчас многие а в интернете только про церковь смотришь что не открой, яблок только про церковь кто не слышит, только про церковь и мы уже стали участвовать во всех этих делах в плетьях нехороших которые подбрасывают враг рода христианского и будет развал если мы не остановимся если мы не возьмемся за ум наше дело Богу молиться наше дело следует вере которую Он нам показал так? которую Он нас учит горел верой в Бога беспокоил свою чистоту а мы сейчас стали все умные и лезем куда нам не положено и за это, Сергей Николай Он нам просил многие грехи давайте еще раз возьмемся да, мы полезли в палитру прости нас он мог тоже помолиться Богу как Илья Пророков чтобы три года засыпу было чтобы с Богом все умерли мог и сделал потом мы сейчас привыкли, что Он сделал в луде живем сто процентов почти, девяносто процентов восемь процентов раньше что-то не было там лет тридцать, сорок, пятьдесят назад это грязь в таком масштабе так, Он нам пока что и это терпит но то, что мы от Бога отпадаем то, что мы в эту грязь окунаемся и то, что многие из нас а, я знаю, я про Попов все я в церкви пойду да это нам прощено не будет и наказать будут строжайшие поэтому Он нам напоминает и указывает не только о своей доброте но и о строгости но я думаю, что Отец Богочин не только радость разделил с нами но и эти скорби потому что они во всем народе присутствуют поэтому вам благодарны что нас посетили наставили разумили вместе молитву вознесли и позволили вам тоже помогать в помощи Божьей сил, терпения энергии и чтобы не только в нашем богочине а вообще везде наша вера чтобы укреплялась и развивалась праздник Спасибо, Господи Игорь Негода Благодарю всех вас за ваши молитвы Прекрасный порт Благодарю который сегодня украшал благослужение Спасибо, Господи Спасибо Продолжение следует...